Я рад вас приветствовать, уважаемые друзья, уважаемые зрители, с вами микрофон Оконьков Никита, канал НК. Мы продолжаем проходить Skyrim в эту великую и могущественную игрушку. На самом деле, я тут немножко с настройками поигрался, поставил их еще на ультра, потому что у меня все стояло на максимум, и некоторые там тени и тому подобное стоят на ультра. То есть, с той картой захвата, которая у меня записывает Авермедиа, я могу позволить свою видеокарту, не нагружая. А вот за блюрование, такое вот замыливание картинки, ну, как бы спецэффект такой, FFX, по-моему, он называется, или FFXA, как-то так там галочку ставишь или снимаешь, и происходит именно вот это вот он у меня не дает. Вот все же видеокарта 460 GeForce, слабовастенько для этого, но так, посмотрите вот на эту графику, посмотрите на эти елочки. Ай, какая красота. Бабочки летают, вот бабочка, между прочим. Поймать синяя бабочка. Мы ее поймали. Так, да, бабочку тоже можно ловить. Вот, горноцвет можно собрать. И еще горноцвет. Тоже горноцветы разные, видите, бывают. Уху, как он прыгает здесь быстро. Ну что ж, идем. Что-то он слишком как-то тихо бегает, я не знаю, а. Так, где-то было... Ага, ритуальное. Ритуальное место, там можно улучшать уровни. Вот они. Похоже, мы сейчас как раз сможем этим заняться. Блин, как же красиво, а. Итак, камни-хранители. Вспомнил, как они правильно называются. У нас здесь камень-война мы можем активировать. Камень-мага и камень-вора. Ну, я думаю, что камень-война мы активируем. Благословенный знаком воинам 20% быстрее изучаем. Все боевые навыки. Вы можете выбрать только один знак одновременно. Конечно, применяем. Мы же воины. Смотрите, что произошло. Обалдеть. Нифига себе, он в небо куда устремился. Да. Вот он, такой вот камень. Загорелся магией и погас. То есть, это значит, что мы его активировали. И нам нужно идти... Куда же нам нужно идти? Нам нужно идти вот сюда, похоже. Честно говоря, я... Надо будет на карту... На карту взглянуть. Я забыл, как открывается карта. Кьючки, кьючки... Ладно. Может быть, на М? Да, точно. На М. Карта мира. На карте мира разведанные места обозначены светлыми значками. А те, которых вы только слышали, темными. Вы можете выбрать любую разведанную точку. И быстро переместиться туда. Понятно. В общем... Мы, получается, здесь. Вот камни-хранители. Что мы здесь видим? Что какой-то фолкрит есть. Скорее всего, это какой-то лагерь. Карта огроменная. Вы только посмотрите. Морфол. Солитюд. Данстар. Винтерхолд. Вот это все владения Виндельхем. Чьи-то владения, города, провинции и так далее. Рифтен. И везде мы с вами побываем, уважаемые зрители. Это будет невероятное приключение. Которое вам наверняка понравится. Маркарт. Ну, посмотрите, да? А название как похоже на Властелин колец. И сразу могу вам сказать, уважаемые мои, что вот эта гора, вот эта вот гора, она прям очень близко. Вот на этой горе будут находиться волхвы. Ну, то есть мудрецы, у которых мы будем учиться всему-всему, всему хорошему. И эта гора безумно высокая. Чтобы на нее подняться, нужно достаточно много времени. Там очень-очень заснежено. Метет сильный снег. Вот тут уже наверху, на макушке. Я не помню. И могу при... Открыть завесу тайны. По-моему, на этой горе, если я не ошибаюсь, мы будем биться с драконом. Да, драконы здесь, конечно же. И, конечно же, нам нужно в Ривервуд. Вот нам куда нужно. Туда мы сейчас и отправимся. Но мне хочется пройти... Ривервуд... Ривервуд... Ривервуд, да. Чертополох. Чертополох, между прочим, очень хорошее, полезное растение. Ух ты, я вижу там что-то хижину. Так. Чертополох. Чертополох, он помог... Ух ты, кто-то такая. На меня нападает, да? Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Ага. Что у тебя есть на продажу? Нет, ладно, мы не будем. Украсть. Нет, украсть мы, конечно же, ничего не будем. Потому что... Слава богу, что он на нас не нападает, и... Это очень хорошо. Ух ты, рыбка. Лосось. Лосось тоже можем поймать. Да, немножко все-таки настройки нужно немножко поубавить, потому что карта временами не справляется. Идут фрезы, замедления. Но, тем не менее, смотрите, какая красота. Да красота и до этого была. Так, 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 так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Хижина Анис. Кто такая? Анис. Вот эта вот бедная старушка мне не нравится. Анис, не надо так говорить, что ты бедная старушка. Ты колдунья, я просто по тебе вижу. Ладно, давайте посмотрим, что у неё есть. А здесь у неё есть ядовитый колокольчик и крохотный камень душ. Это всё очень хорошо, но это будет не очень хорошо, если мы... Ух ты, она даже пристала. Если мы убьём её. Поэтому убивать не очень хочется, но мало верится, что она... Так, песня алхимиков, мы можем её прочесть, да? Отлично, у нас повышается умение... Красиво, конечно, не будем, мы просто прочтём. Видите, как полезно. Так. Ладно, она нас не трогает, мы её тоже трогать не будем. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ах ты, зараза, а! Вы это видели, а? Я вообще его не хотел трогать. Так, мне срочно нужно будет... Будет зелье выпить зелье здоровья. Хорошо. Пополнили. Давайте обыщем этого мага, который напал на нас. Так, заберём у него чёрное одеяние мага, потому что стоит неплохо. 153 золотых. Это что такое? А, это... Это снег. А это что такое? Очень интересно. Не очень хочется сюда бежать, потому что... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Какие фрезы идут. Да, настройки всё же в следующей серии уменьшу. Кролики бегают. Кролич. Так-так-так, не нравится мне это. Явно кто-то есть. О, боже мой. Это бандит. Есть. Мы его завалили. Там ещё один бандит. Там их много. Да, давай, чувак. А, мы сейчас завалим тебя. Хорошо, остаётся третий лучник. И есть. Ну вот мы, в принципе, расправились с ними. Железная стрела, вино забираем, золото от муни. Замычки. Это всё нам пригодится. Сыромятная броня. Но она почему-то класс брони меньше. Это мы брать ничего не будем. Лук, конечно же, мы заберём. Топор брать не будем. Кошелёк с монетами. Монетки я люблю. Только посмотрите, какая красота. Вот туда нам нужно. Вот она, деревья. Ривервуд. Сейчас всё-таки я не хотел мимо проходить. Посмотрим, что у нас тут появилось на карте. Ничего у нас тут не появилось. Вот хижина Анис зато появилась. А это текущая локация. Журнал Е. Так. Только посмотрите, да? Начинает темнеть. И как реалистично, реалистично краски, луна. Блин, какая же красота. Туман идёт над горой. И там видно, что там очень сильный, плотный идёт снегопад. Потому что... Только посмотрите, да? И вот чуть-чуть левее. Вот смотрите, я сейчас направлю стрелку. Вот там вот и находится замок волхвов. Ну, волхвы это мудрецы-старцы. Замок старцев. Куда мы обязательно в будущем направимся. Кстати, вот по этой горе вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот идти, да? Добраться. Это, это круто. Да, темнеет здесь не быстро, не как в Майнкрафте. Но достаточно реалистично и круто. Да, давайте. Обыщем наших. Недоброжелателей. Ух ты, у нас есть железный молот. Да. Меховые ботинки. Возьмём, оденем меховые ботинки. Так. Топорик. Ух ты, железная броня. Это вот, это вот уже, уже неплохо. Сейчас мы посмотрим на нашу одежду. Что мы тут можем одеть. Броню одеваем железную. Ну, наверное, и, соответственно, медленнее будем двигаться. Хотя тут неизвестно. Железный щит. Отлично. И оружие. И оружие. Вот у нас есть железная секира. Но секира, как вы понимаете, это двуручное оружие. Но очень тяжёлое. Стрелы забираем. Но очень тяжёлое, и с ней нужно определённое умение, чтобы драться. Так можно блокировать. Давайте поднимемся наверх. Пока окончательно не стемнело, ещё хоть какой-нибудь вид посмотрим. Хотя здесь, может быть, кто-то добудет. Нет. Здесь никого нет. Абсолютно никого. Вот, зато есть сундук. 70 золотых монет мы получаем. Да, уже прям реально стемнело. Нет, вы знаете, всё же я предпочту больше оружия, оружия, оружия. Так, я предпочту больше. Так, железный боевой топор. Меч. Тут железный... А, это двуручный меч. Тогда может быть топор и... Странно. Где мой щит? Да ещё пока тут воткнёшь во всё это. Пока разберёшься. Вот он, железный щит. Так. Почему-то он, я же экипировался щитом. Я же экипировался вроде щитом. А, щит идёт в одежде. Вот он. Отлично. Топор и щит. Во! Это более-менее уже лучше. Так, мне нравится. Итак, спускаемся вниз. Лишь бы не напороться ни на каких серьёзных соперников, пока мы ещё совсем не прокачаны. Что это у нас тут такое? Какая-то небольшая башенка из камней. Уже прям такая дремучая ночь. Это я помню, как в WarZ спускаешься. С гор чуть-чуть не так. И всё, тебе с себя сразу снимают хп. Да, притормаживает, конечно, игра. Но ничего страшного. Мы её... Ривервуд. Отлично. Просто город прогружался. Мы её нормализуем. Итак, нам нужно вот поговорить. С Алваром. Ты можешь поделиться со мной припасами. Тебе не нужна помощь в кузне. У тебя есть на продажу. Расскажи мне о Ривервуде. Несколько поколений назад тут поселились первые предки Герту, лесорубы. Они сходом владеют лесопилкой. Я же неплохо зарабатываю заточкой топоров и починкой пилы станков. Ты можешь поделиться со мной припасами? Конечно. Бери всё, что тебе нужно. Но что происходит? Что вы тут делаете? Итак... То есть мы можем у него что-то, наверное, купить. Что-то... Что-то продать. Давайте возьмём отмычку и зелье лечения. А, это он, получается, бесплатно, что ли, даёт нам? Хорошо. Возьмём всё. Дракон напал на Хелген и разрушил его. Мы с Ходвардом вместе бежали оттуда. Что? Дракон? Хелгене? Теперь понятно, что я видел. Он летел над долиной с юга. Я надеялся, что меня глаза подвели. Это был дракон. Ходвард подтвердит. Тот дракон летел отсюда. Должно быть, его ты и видел. Это верно. Я его видел. Просто боялся поверить своим глазам. Дракон. Тут, в Скайриме. Куда катится мир? Сперва война. Теперь драконы. Беда никогда не приходит от нас. Надо сообщить Ярлу, что в округе появился дракон. Ривервуд беззащитен. Нужно сообщить Ярлу-Балгруфу Вайтрат, чтобы он прислал солдат. Если ты мне поможешь, я буду у тебя в долгу. Ну, конечно, поможем. Выполнение Алвар и Ривервуда поможет мне встать на ноги. Поговорить с Ярлом Вайтрана. Ты можешь поделиться со мной припасами, как мне попасть отсюда в Вайтран. Что ты можешь рассказать мне о Ярле? Тебе нужна помощь в кузне? Вообще-то да. Как ты думаешь, сможешь выковать железный кинжал? Вот все необходимое для работы. Приступай. Так, хорошо. Как мне попасть отсюда в Вайтран? Перейдешь реку, а потом иди на север. Увидишь его сразу за водопадом. Когда придешь в Вайтран, продолжай подниматься выше. На вершине холма стоит драконий предел. Дворец Ярла. Что ты можешь рассказать мне о Ярле? Ярл Балгру? Он правит Вайтраном. Хороший человек. Может быть, слишком осторожный, но времена нынче опасны. Пока что он умудрял сохранить нейтралитет, но, боюсь, так долго продолжаться не может. На чьей он стороне? По-моему, ему не особенно нравится ни Ульфрик, ни Элисик. И как его не понять? Но я уверен, что он до конца сохранит верность Империи. Он не предатель. Так ты за Империю? Кто такая Элисив? Нет, давайте спросим, так ты за Империю? Конечно. Скайрим всегда был частью Империи. Не то, чтобы мне нравилось все, что в последнее время делает Империя. Но норды не отказываются от дружбы просто так. Итак, вступить в Имперский Легион. Отлично. Разговоры нужны нам. Они обязательно помогут нам в дальнейшем и при опыте. И вообще, даже просто интересно послушать. Ты можешь поделиться так. Что у нас есть? Что такая Элисив? Я забыл, что ты недавно в Скайриме. Ярлы Элисив. Но, по правде, она ярл только потому, что была замужем за Ярлом Торугом, когда его убили. Ульфрик убил Торуга, если не знаешь. Пришел прямо во дворец в Солитьюде и убил его. Криком убил, если верить пересудам. Из-за этого война и началась. Империя не могла закрыть глаза на такое. Если ярлы начали друг друга убивать, значит вернулись старые жестокие времена. Ну что ж, как вы услышали, да, что он убил его криком. Это не просто так. Мы тоже научимся кричать. И про тех волхвов, мудрецов, про старцев я вам уже рассказывал. Именно эти старцы на той же самой горе нас будут обучать этому умению. Только немножко позже. Итак, что у нас, что у нас у него есть на продажу? Давайте посмотрим. Клинки, шлемы, практически все необходимое. Торговля. Так, вот получается, мое, да, оружие. Оружие, оружие, оружие. Так, 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 так. Так, все, что доброму воину нужно. Так, длинный лук. Один оставим, два продадим, потому что я считаю, что у Алвара золото, 612 монет. У нас 211, как я понимаю. Поэтому мы сейчас продадим все, что нам не нужно. Одежда. Допустим, имперскую легкую броню продадим. Так, сапоги, все это ненужное продаем. Так, хорошо. Разные. 532 золотых у Алмара. Мычка полоски кожи. Интересно, интересно, интересно. Железную секеру тоже продаем. Железный меч. Посмотрим, что из оружия у Алмара. Алмара. Железная булава, неплохо. Железная секера убавление. Магическая, отнимая 10 единиц магии. Стрелы железные, боевый молот. Кирка. Интересно, кирка для чего нужна? Ух ты, охотничий лук. Это охотничий лук. Можно, конечно, бы купить. В принципе, ничего такого нету. Одежда. Так, ну вот есть прочный железный щит. Но он стоит очень-очень дорого. Стальная броня. Пока что ничего брать не будем. что у него в разном. Только лучшее оружие и броня. А в разном ничего нету. Ладно, хорошо. Заходите. Сигрит вас покормит. А пока расскажите, что стряслось. Сигрит нас покормит. Давайте посмотрим, что у нас тут в кузнице есть. Стальной кинжал мы можем взять. Вот он, использует точильный камень. Точильные камни. Используйте точильный камень, чтобы улучшить оружие. Для любых улучшений понадобятся особые материалы, которые можно купить или найти. Так, у нас железный боевой топор есть, да? Необходимый железный слиток. Ладно, тут все понятно. Пока что мы трогать ничего не будем. Ух ты, сколько железных слитков. Вы знаете, что у нас железные слитки очень много весят. Если мы их много наберем, мы потом бежать не сможем. Итак, у нас кузницы. Мы можем выковать, да? В кузнице вы можете ковать оружие и доспехи из имеющегося сырья. Итак, у нас есть железная. Клепаная. Пока что там недоступно. Нам не хватает компонентов для создания предметов. У нас не хватает кожи и полоски кожи. Кожаная также и драгоценности. Драгоценности мы тоже пока что ковать не можем. Ладно. В принципе, здесь все понятно. Надо будет пока что ничего выковывать мы не будем. зайдем сюда. Дом Алвара и Сигрид. Ну что ж. У нас гость. Так, золото мы можем взять без колебаний. Так, прочесть. Эта книжка нам ничего не дает. Она не магическая. Так, монетки мы взяли. Я уверен, Рибер будет в безопасности, дорогая. Когда Ярл узнает, что произошло, он наверняка пришлет солдат. Продолжай, Хадвар. Дослушаем твою историю до конца. Больше и рассказывать нечего. Прилетел дракон и превратил город в развалины. Люди все были в панике. Не знаю, уцелел ли еще кто-нибудь. Я бы и сам не вышел, если бы не помощь друга. Мне нужно вернуться в Солитьют и рассказать, что случилось. Я подумал, вы могли бы нам помочь дать еды, припасов, крышу над головой. Конечно. Друг Хадвар, мой друг. Я буду рад помочь всем, чем смогу. Бери, что тебе нужно, друг мой. В пределах разумного, конечно. Ну что, Шалвар, спасибо тебе большое. Ты может поделиться со мной припасами. Как мне попасть сюда? Ну, давайте посмотрим, что он там из припасов. Я рад, буду помочь, чем только смогу. Бери все, что нужно. В пределах разумного. Так, 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 так. У него тут ничего нет. Как не попасть сюда, Вайтран, мы знаем. Все это, в принципе, мы уже знали. Что, в сундуке золото есть и зелье магии. Так, щит мы убрать не можем. Давайте спустимся вниз. Что у нас здесь? Ну-ка, поговорим с Сигрид. Чувствуй себя как дома. Что думаешь о войне? Надеюсь, до Ривер-Вуда война не доберется. В мире и так полно бед. А братья Буря еще больше плодят. Ну, в принципе, да. Там был настоящий дракон? Да, да, девочка. Там был настоящий дракон. Папа говорит, что я слишком приветлива с чужаками. Но ты хру. Так, золото мы забираем. Лошадиная шкура. Зачем она нужна, интересно? Уголь. И ничего. Так. Охотничий лук. Я вообще-то обручена. Так что даже и не думал. Ха. Дохранят тебя боги в битвах, друг. Хорошо снова оказаться среди друзей, а? Слушай, я тут залягу на некоторое время. Отсюда ты сможешь добраться до Салитьюда без меня. Я бы посоветовал тебе пойти в Вайтран. Туда ведет эта дорога. А там сядешь на повозку и доедешь до Салитьюда. Что ж, все понятно. Давай с тобой. Девятежники. Что это были за люди, с которыми меня везли на казнь? Не знаешь? Это Ульфрик Буревестник и его подручные. Он что, преступник? Да, вожак братьев Бури. Они говорят, что бьются за свободу Скайрима, но на самом деле Ульфрик просто хочет стать Верховным Королем. Кто такие братья Бури? Ты даже не знаешь о гражданской войне в Скайриме? Наверное, все родили у людей много своих забот. Все очень просто. Братья Бури – личная армия Ульфрика, действующая в его личных интересах. Он создал ее много лет назад. Он всегда использовал запрет поклонения Талосу, чтобы настроить людей против Империи. Но его никто особенно не поддержал. Так что несколько месяцев назад он убил Верховного Короля. Вот это привлекло внимание Империи. Так, мне казалось, что драконы давно вымерли. Нет, но если проклятые братья Бури умудрились найти дракона или разбудить его, война может принять плохой оборот. Трудно поверить, что это просто совпадение. Первый за сотни лет дракон нападает ровно в момент казни Ульфрика. «Как вы схватили Ульфрика?» Гениальный план генерала Туния. Он тут командует всего несколько месяцев, но уже успел переломить ситуацию в пользу Империи. Мы с самого начала войны пытаемся поймать Ульфрика, но он всегда ускользал из рук. Будто знал, где мы будем. На этот раз генерал отплатил ему той же монетой. Ульфрик и парочка его телохранителей попали прямо в нашу засаду. Он смиренно сдался. И куда только делась его бравада, сражайся или умри. Я думал, что мы отвезем Ульфрика в Сиродин, но генерал почему-то передумал. Остальное ты знаешь. Что ж, почему запрещено поклоняться Талосу? В других провинциях это никого особо не затронуло, но здесь вызвало бурю негодования. Любимый сын Скайрима как-никак. Даже я признаю, что Империя в тот день показала себя не с лучшей стороны. Но разве у Императора был выбор? Если бы он не подписал мирный договор с Талмором, они бы уничтожили Империю. И что бы тогда было со Скайримом? Вот об этой детали сторонники Ульфрика все время забывают. Если Империя не сплотится, Талмор нас всех уничтожит. Ну что ж, все понятно. Мы поговорили с тобой. Спасибо. Итак, еще поздняя-поздняя ночь. Смотрите, какая фаза Луны. Половина Луны освещается, половина нет. Но это прекрасно. Так уютно из домов. А, из печи. Из кузницы валит дым. Из труп домов тоже дымочек идет. Это просто круто. Итак, давайте посмотрим на нашу карту. Вот, куда нам нужно будет идти. Нет. Нам нужно поговорить с Ярлом Вайтрана. И туда нам придется идти долго. Потому что путь не близкий. По пути Вайтран. Я думаю, сначала мы войдем в Вайтран, а потом мы поговорим с Ярлом. И, конечно же, в следующей части я немножко настройки графики прикручу. Потому что они... Немножко подлагивает все же система. На ультра не получится поиграть. Но, в принципе, вы на максимуме будете созерцать красивые, великолепные красоты Скайрима. Итак. Мы эту часть закончим. С вами у микрофона был Коньков Никита, канал Unkey. Не забывайте подписываться, комментировать. Это была безумно красивая игра. Скайрим. Посмотрите, да? Луна потихонечку уходит на убыль. И, конечно же, через какое-то время наступит день. Подписывайтесь на мой новый канал. И заходите на старый.